Самая обсуждаемая светская новость. Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф и Вазов стали супругами. Красивейшая свадебная церемония прошла в австрийской столице. Торжество в старинном дворце Лихтенштейнов, куда молодожены в соответствии с антуражем прибыли в карете. Десятки гостей, сплошь одни знаменитости. Со всего мира летят поздравления от поклонников Александра Черепнина о роскошной свадьбе и двух голосах, которые теперь звучат в унисон. Уникальные кадры. Торжество вот-вот начнется. Гости в сборе, жених ждет, а невеста, заметно волнуясь, еще мгновение не решается войти в зал. Когда снимать фото, кто знает. Когда ты подходишь к жениху, начинаешь говорить речь, когда говорите я, тогда снимаете. В стенах старинного Венского дворца, где сейчас фешенебельный отель, звучит Мендельсон. К жениху за руку ее ведет отец. Гости встречают аплодисментами и фото вспышками. Снимки тут же выкладывают в сеть. За свадьбой самой красивой пары мировой оперы следили, конечно, и поклонники далеко за пределами Австрии. В присутствии свидетелей главный вопрос на двух языках. Жених ответил по-русски. Невеста перевода с немецкого не дождалась. Это ваше добровольное желание и твердое намерение взять жены, присутствующие здесь Анну Нетребко. Скажите четко и ясно да. Да. Антон, ты так, всеми дали меня. Я. Это была любовь с первого взгляда. Познакомились два года назад. Она прилетела в Рим не в лучшем настроении, с невыученной партией. А тут он. Ее пленил, потом призналась его красивый, сильный голос. После премьеры они несколько дней гуляли по городу, затем разъехались на гастроли и поняли, друг без друга не могут. Юсиф сделал Анне предложение спустя месяц после знакомства. Помолвку они отмечали в Зальцбурге. А из свадьбы тогда собирались сделать небольшой семейный ужин. Но друзей, которых хотелось бы пригласить, оказалось почти 200 человек. В Вене гуляли с размахом и колоритом. В костюм кубанского казака был одет сын певицы Тьяга. Молодым после регистрации тут же поднесли хлеб-соль. Вам предоставляется возможность в последний раз насолить друг другу. Чувство юмора в этот день молодым было не занимать. Вот, к примеру, еще. В качестве декора в зале две маленькие и ну очень круглолицые куклы. Тоже молодожены. Когда на австрийскую столицу спустились сумерки, к дворцу подъехала карета. Пока пара выходила на улицу, собравшиеся еще раз могли полюбоваться нарядом невесты. Платье жемчужного цвета с длинным шлейфом сшила для нее русский дизайнер. Та, что постоянно одевает певицу на сцену. Прическу Анны украшала изящная диадема, на которой сверкали бриллианты. Праздновать поехали в банкетный зал. В меню были блюда и русской, и азербайджанской кухни. Жених родом из Баку. Первый танец новобрачных под их любимую песню. Музыкальный подарок от Филиппа Киркорова. Любовь похожая на сон. Сердейску встанет и перезвон. Из-за плотного гастрольного графика от свадебного путешествия молодоженам пришлось отказаться. В начале января они оба отправляются на репетиции в Париж. Говорят, главное, что едут вместе. Александра Черепнина, Дмитрий Жгентий, Первый канал. Подробности грандиозного торжества, интересные и трогательные детали свадьбы Анны Требко и Юсифа Ивазова в одной из ближайших программ Андрея Малахова. Пусть говорят.